Это новости на первом независимом телеканале ЗАП-ТВ в студии Анжелика Понебрашина и коротко о главном. Цены на бензин в регионе неуклонно растут, однако министр экономического развития Александр Бордалеев больше думает над тем, как создать в крае дополнительные автозаправочные станции, а не понизить цены на топливо. Беспредел на границе. Водители большегрузов по несколько суток живут в тесных кабинах своих автомобилей. Местные власти о проблеме знают, однако не делают ничего для того, чтобы решить ситуацию. Земельные войны. Жители Смоленки не могут договориться о границах своей земли. Почему в 21 веке система межевания участков осталась на уровне века 19-го через несколько минут? А теперь обо всем более подробно. Свыше 200 грузовых автомобилей застряли на границе с Китаем на мап Забайкальск. В кабинах своих авто водители, можно сказать, живут, ведь находятся они там целыми сутками. И самое неприятное в этой ситуации – то, что длится она не месяцами, а уже годами, а конкретных мер по ее разрешению чиновники так и не приняли. О беспределе на границе прямо сейчас. Покой здесь только снится. Международный автомобильный пункт пропуска – Забайкальск. Очередь из больших грузов растянулась на несколько километров. Даже не видно, где она и заканчивается. Плотно прижавшись друг к другу, грузовые автомобили стоят на проезжей части в несколько рядов. Вот стоит 300 машин, 300 водителей, маются по неделе, по несколько дней в этой толпе. Порядка нет. Это все на нервах. Вот сегодня мне звонил перевозчик. Перед ним стояли три машины или сколько-то, которых очередь, список их включили. Через два дня, завтра или после, но они стоят, они заблокировали проезд. В итоге вот этот перевозчик, который должен был заехать в этот день, он не заехал, не смог проехать. На следующий день включили его. И вот эта вся непонятная ситуация, она уже накаляет отношения. Уже были же случаи, драки какие-то происходили. Однако в причину этих разборок ни правоохранительные органы, ни местные чиновники предпочитают не лезть. Впрочем, как и всегда, когда на самом деле необходимо разрулить ситуацию. Подумаешь, подерутся, подерутся и перестанут. Одно время сотрудники полиции здесь были гости частые, однако приезжали больше для видимости. Как рассказали очевидцы, первое время стражи порядка водителей большегрузов даже штрафовали, ведь по правилам дорожного движения пересекать двойную сплошную было нельзя. Сейчас, видимо, можно. На первом этапе, ну, приезжали гаишники, видимо, заработать себе там на хлеб. А штрафуют сколько, час постоят на автобусной линии. В итоге приехала машина, знак, что автобусные сняли, пустили все это самотек. Теперь за автобусной линией двойная сплошная. Теперь еще два ряда уже за двойной сплошной. И никто это не регулирует. Все газоны забиты машинами. Все вытоппано. Ну, по крайней мере, это же, в конце концов, лицо России. Граница. Лицо только больше красное от стыда за тех, кто у руля власти. И это не голословное обвинение. Как рассказал руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Анатолий Антонов, за помощью он не раз обращался к местной власти и правоохранительным органам. Единственные, кто отреагировали, сотрудники Читинской таможни. Меры по улучшению ситуации они приняли, однако этого мало. Транспортировка грузов продолжает осуществляться методом перецепки с российского на китайский тягач на приграничной территории. Из-за чего в день российский пункт пропуска может обработать лишь несколько десятков порожних автомобилей, идущих в Поднебесную. Решение этой проблемы Анатолий Антонов видит в следующем. Китайцы долго не задерживают на своей территории машины. Они только вот полуприцеп, автопоезд с пустым полуприцепом заходят на территорию китайскую, отцепляют, у него китайцы отцепляют, водителю запрещено выходить. Отцепляют полуприцеп, и этот тягач возвращается на российскую территорию. Есть решение, допустим, предложение решить этот вопрос, чтобы хотя бы уменьшить вот эту нагрузку на пограничные органы работников и таможню с оформлением этих тягачей. Для этого надо, чтобы на высшем уровне забайкальского края руководители договорились с манчжурскими руководителями с китайской стороной. Пусть они там оставят территорию какую-то для тягачей этих, которые сдали полуприцепы. Пусть они там ночуют на территории. В этом бы плане хотя бы разгрузился бы пост. И вот эти вот 80 тягачей приблизительно в среднем проходят на территорию Китая, и 80 тягачей пусть их выходит в этот же день, значит, на территорию России. А это в 160 единиц. Ну и представьте, их же все надо переработать, в той же таможне вести свои все программы. Это время уходит. И у нас, к сожалению, вот эта вот очередь, она нескончаемая перед пунктом пропуска. Изменится ли ситуация в ближайшее время, неизвестно. А пока водители большегрузов продолжают дневать и ночевать в тесных кабинах, тратя свои нервы и здоровье на многодневные ожидания. Анжелика Понебрашина, ЗАП-ТВ. В тесноте и в обиде. Жители поселка Смоленко вот уже несколько месяцев ведут земельные войны. Причина – узкий проезд для пожарных машин. А чтобы сделать его соответствующим установленным нормам, кому-то придется изменить границы своего участка. Вот только делать этого из-за враждующих сторон никто не собирается. Смоленко. Через пару лет на этом месте будет красоваться большой жилой дом. Владелец участка уже заложил фундамент. Это обычная история, и, казалось бы, внимание СМИ привлечь не может. И если бы ни одно «но». При возведении дома его владелец, как уверены местные жители, надеется захватить чужую территорию. Каждая улица, которая идет к основной улице, она должна быть по 20 метров. Получается, и с нашей стороны, вот Кленская должна быть 20 метров, и эта улица уже гранитная, тоже 20 метров. Получается, в сумме 40. У нас вот этот узкий участок только 26 метров. И как они, вот сами говорят, не нашли сейчас в администрации бумаг ни постановлений, ни решений никаких, кто выдавал решение на межевание этого участка. Территория нового строящегося дома сейчас огорожена веревкой. Это значит, что совсем скоро вместо нее появится забор, который, как опасаются местные жители, станет настоящей преградой для проезда пожарных машин и автомобилей скорой медицинской помощи к другим жилым домам, в случае, если такая необходимость возникнет. Ведь в таком случае ширина пожарного проезда составит чуть больше двух метров, что не соответствует установленным нормам. Попытки переговоров с собственником земли по поводу того, что проезд сильно заужен, ответ был единый, что у нас все законно и нам все равно, как вы будете ездить. Было озвучено, что покупайте вертолет, покупайте самокат, велосипед. Когда в очередной раз попытались с ним поговорить, то есть оперируя на то, что та же пожарная машина проехать не сможет, если там случится пожар, то вы тоже можете пострадать, потому что техника не пройдет, тушить будет некому. А что он заявил, что мне все равно, у меня будет дом каменный, а что с вами будет без разницы. Местные жители в надежде обрести справедливость обращались за помощью в различные инстанции, в частности в администрацию Читинского района. В результате в ходе рейдового осмотра были проведены замеры, по итогам которых владельцу участка было рекомендовано уточнить границы своего владения. Отец землепользователя Валерий Мыльников в свою очередь утверждает, участок приобретен на законных основаниях и виновного в сложившейся ситуации необходимо искать в доме напротив. У нас кадастровый инженер приезжал, нам точки пробил, у нас все ровно. А вот те, вот эта гранитная 6 и гранитная 6А, они выделены где-то на метр с лишним за красную линию. По пожарному проезду вот они вылезли своим забором. И еще чего-то, какую-то правду еще жалуются. Вот там даже взять эту публичную кадастровую карту, вот когда вы зайдете в этот интернет, и вы так увеличите, ихний забор стоит за красной чертой на метр с лишним. Я говорю, вы пробейте свои точки, а потом бегайте и ищите правду. У нас была администрация районная, она им дала рекомендации пробить свои точки. Почему они этого не делают? Светлана Перегонцева мнение своего будущего соседа не разделяет и утверждает, что свой участок она также приобрела на законных основаниях, и чужих клочков земли ей не надо. Пересматривать границы своих владений она, соответственно, не собирается. И, как подсчитала землепользователь, проведение подобных работ ей обойдется почти в миллион рублей. А таких денег у женщины нет. Он мне говорит, вам надо баню убрать, забор вам тоже надо убрать. Вы вышли, вам на два метра. И вот у нас забор 50 метров. И вот нам надо на бетоне все это убирать и баню убирать. Еще хочу сказать, что когда я ходила в администрацию и хотела сама купить часть этого участка, чтобы не было соседей, в администрации мне сказали, что ни в коем случае нельзя. Здесь должна быть большая дорога, потому что это пожарная для пожарных. То есть здесь, говорит, и разворот должен быть. Внимание, вопрос. Как найти виновного, если обе стороны утверждают, что их участки приобретены законно? У каждого есть и документы, подтверждающие их слова. И каждый из соседей готов идти до конца, точнее, до суда. Почему в 21 веке система межевания участков осталась на уровне века 19-го? Ведь можно и нужно подобных земельных войн избегать, чтобы каждого новоиспеченного соседа жители встречали как нового члена семьи, а не врага народа. Анжелика Понебрашина, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ. ЗАПТ-ТВ В последнее время наш телеканал испытывает ощутимое давление со стороны органов власти. Это очередная попытка придать политический окрас собственным промахам и недоработкам. Почему на телеканал ЗАПТ-ТВ пытаются навесить ярлык оппозиции, разбирались наши корреспонденты. Я репортер независимого телевидения. У кого в наше время хватит мужества не только произнести эти слова, но и соответствовать выбранной профессии. Больше половины выпускников журфака никогда не работают по специальности. Идти дальше дешевых блогов, постов в Инстаграм или ТикТоке не хватает мужества или сил. Да и те немногие, у кого хватает смелости трудиться в СМИ, предпочитают более сытую и спокойную жизнь в многочисленных пресс-службах или околоправительственных интернет-порталах. Это, наверное, как наркотик. Ни одна другая профессия не давала мне такого ощущения востребованности, важности, нужности. Это очень тяжело для меня и моей семьи. Но, как говорится, а кто, если не мы? Большинство, столкнувшись с реалиями нашей профессии репортера независимого телевидения, понимают, что за право взять микрофон и рассказать о событии нужно платить не только временем и душевным спокойствием. Но не жаль потраченных сил, когда видишь результат своей работы. А нам действительно есть чем гордиться, ведь нам верят. Обращаются за помощью и ищут правду в последней инстанции. Хотя наша работа, профессия, специальность такая же, как учитель, врач или полицейский, со своими правами, обязанностями и спецификой. Вот мы приезжаем на съемку и к нам относятся как-то по-особому, потому что люди подходят к нам с надеждой, что мы поможем решить их проблему. Вот нам говорят, что мы часто снимаем негатив. Это совсем не так, потому что негатив и проблематика – это совершенно разные вещи. Кто-то же должен рассказывать о проблемах обычных людей. Нельзя же вечно закрывать глаза на какие-то бытовые неурядицы забайкальцев. За нашими плечами, я считаю, не один материал, который помог решить чью-то проблему. Почему, если мы показываем помойку в центре города, плохие дороги, природные катаклизмы или дурные решения чиновников, то люди при положении начинают рассматривать это как политическую угрозу и называют журналистов оппозицией, примеряют на наших корреспондентов полосатую робу. А когда все то же самое говорит, например, заместитель генерального прокурора страны или иное должностное лицо, то это воспринимается как сигнал к действию. Лицемерие высшей пробы закрывать глаза на проблемы земляков, учитывая, что по большей части мы рассказываем не о природных катастрофах, а о бедах и печалях, решаемых на уровне местной администрации. Вот, Юр, кто больше получается оппозиционер? Чиновник, который попрал своими действиями, а чаще еще бездействиями, закон, порядок, устои какие-то, да, что чаще еще бывает и сознательно сделал. Или журналист, который, во-первых, нашел себе смелость узнать об этом чиновнике все, проверить информацию и, в-третьих, ее опубликовать. Очень плохая история получается в том, что мы вообще, в принципе, об этих простых вещах с тобой говорим. А во-вторых, то, что он на камеру. Наша работа жизненно необходима, как труд врача, учителя или полицейского. Но оборотной стороной являются многочисленные суды, допросы в полиции и в следственном комитете. Мы отвечаем за каждое слово в эфире. Всегда. Больше всего на свете те, кто обвиняют нас в злом умысле или подрывной деятельности, те, кто живет за наши с вами налоги, боятся, когда правда об их неприглядной деятельности выходит на свет. И тогда нас обвиняют во всех грехах. А зря ведь высший общественный смысл нашей профессии, причем закрепленный в Конституции и федеральных законах, как раз реагировать на промахи в работе местной власти и в острых вопросах о жизни простых граждан страны. Им больно видеть и слышать об очередной проблеме, но в медицине боль – это защитный сигнал организма на болезнь. Мы молоды и искренне любим свою страну из-за Байкалья. И не нужно марать нашу профессию своими необоснованными обидами. Мы, если хотите, экономим силы и средства и федеральной власти, и региональной власти, рассказывая о фактах коррупции, о нарушении федерального законодательства, о бедах и проблемах людей. Мы показываем то, что показывают нам. И прежде чем гордо заявить «я репортер независимого телевидения», необходимо выдержать ни одну атаку со стороны недовольных нами чиновников, коррупционеров или нечистых совестью дельцов. Мы не противопоставляем себя обществу, власти. Мы за развитие и процветание страны. Без нас невозможно формирование нормального государства. Мы – журналисты. И этим все сказано. К двум самым распространенным бедам России можно смело добавлять и третью – бесконечный рост цен на бензин. Дальний Восток и Забайкальский край, в частности, тоже страдают от нехватки и высокой стоимости горючего. Есть ли выход из этой ситуации? Или же забайкальцам стоит принять новую реальность, где нефтепродукты уже можно смело приравнивать к драгоценностям? Подробности у Виктора Соловьева. Эту грустную историю с непреклонным ростом цен на бензин мы начали рассказывать еще с начала 2021 года. Тогда наше внимание привлек увлекательный ответ министра экономического развития Александра Бордалеева, в котором он попытался объяснить, как можно избежать дефицита и наценки на нефтепродукты в регионе. Приобретение топлива мелким оптом у «Бурятнефтепродукт» не единственная возможность приобретения топлива владельцам независимых автозаправочных станций. Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию топлива, имеются следующие возможности для приобретения топлива – участие в организованных торгах посредством клирингового обслуживания на бирже и заключение договоров с производителем нефтепродуктов. Далее краевой министр пытается успокоить общественность, заявив, что правительством Забайкальского края рассматривается вопрос о строительстве дополнительных автозаправочных станций. Но каким образом это поможет избежать дефицита топлива? На мой взгляд, абсолютно некомпетентный в своей области человек. Я делаю такой вывод, просто исходя из того, содержания ответа, которое мне было предоставлено, на мою озвученную проблему, мною озвученную проблему о том, что в нашем крае не хватает топлива, Бородолеев просто сообщил, что правительством Забайкальского края рассматривается вопрос о строительстве новых АЗС. То есть я ему о том, что нет бензина, он отвечает, что будем строить АЗС. Чем торговать? Наверное, человек думает, что бензин появляется из пистолета раздаточной колонки, а не на НПЗ. Роман Кириллов – один из тех, кто не боится задавать вопросы чиновникам. Его цель – отстаивание интересов всех забайкальцев и желание помочь своими силами региону встать с колен. За плечами мужчины бесконечные запросы в различные министерства и ведомства с обозначением проблемы. И одно из самых страшных – это как раз повышение стоимости на бензин и его острый дефицит. На это очень сильно влияет и экспорт бензина за рубеж. Государство имеет возможность, имеет право влиять на политику ценообразования, на политику, скажем, коммерческой деятельности, то есть приоритеты экспорт и насыщения внутреннего рынка. То есть это может государство делать, но не делает. В регионе Дальнего Востока у нас всего два НПЗ. Это в Иркутской области и в Комсомольске-на-Амуре. Больше на весь Дальний Восток у нас нет. Оба этих НПЗ принадлежат Роснефти. Других компаний у нас нет. Соответственно, Роснефть, она ведет свою политику здесь, не оглядываясь ни на государство, ни на интересы граждан. А интересы граждан – это приобретать конечный продукт по адекватной цене и надлежащего качества. О последнем мы, кстати, тоже совсем недавно говорили и выявили, что не все владельцы АЗС отпускают качественный бензин. Независимая экспертиза показала, что большое количество автозаправок предоставляют потребителям плохое топливо. Покупают они его таким у поставщика или же сами занимаются смешиванием ради хоть какой-то выгоды, утверждать мы не можем. Это работа абсолютно других органов. И пока краевое правительство не обращает внимания на одну из самых злободневных тем на протяжении долгого времени, страдать продолжают обычные граждане. Что в это время делают наши краевые руководители. Лишь по личному общению, посредством обращений, по сообщениям средств массовой информации, я знаю, что вот Айгма, Ванчикова у нас цветы собирает краснокнижные. Товарищ Гурулев каких-то несчастных мужичков с сухостоем ловит. Бордолеев мне вот такие гениальные ответы пишет. Я не вижу работы правительства, какую-то положительную их работу. Вообще не вижу. Не обращая внимания на эту проблему, наше правительство только ухудшает сложившуюся ситуацию. Дорожать будет абсолютно все, все продукты. Но это же не может оставаться все в рамках Забайкальского края и Дальнего Востока. Видим же, что и на федеральном уровне пытаются обсуждать эту проблему. Но какой-то вот есть итог, выхлоп от этого? Как показала практика, коронавирусное правительство, оно может и влияет на политику предпринимателей. Вплоть до полного закрытия предприятий над своими необдуманными действиями. Да, мы были всеми этому свидетелями. У них есть возможность, есть рычаги. Но почему-то в отношении Роснефти конкретно этого не используется. Сейчас ситуация с нехваткой топлива мало чем отличается от того, что было полгода назад. И за все это время тему дорогого бензина поднимали общественники, различные ассоциации и объединения. В правительстве, видимо, предпочитают об этом не говорить. А уж если приходится, то пишут, как мы уже успели убедиться, бессмысленные ответы. На фоне такой работы чиновников, владельцы независимых АЗС уже готовы выступить с обращением к региональным властям, да и к федеральным. Ведь когда-то и кто-то должен их услышать. Хотя, ну, пытаются, скажем так, действовать сообща, также обращаться в органы местной власти, то есть краевой, а также на федеральном уровне. Но вот вы говорите, пытаются это сделать. Почему они не идут и не делают? Есть на то какие-то причины? Что мешает владельцам независимых АЗС, по вашему мнению? Ну, на мой взгляд, здесь просто какие-то опасения. Недоверие к власти есть, неверие в какую-то силу, в возможность это все наладить. Сможет ли Забайкальский край когда-нибудь похвастаться доступной стоимостью на бензин? Каждый потребитель топлива, заезжая на АЗС, продолжает надеяться на то, что рано или поздно стоимость бензина, если не упадет, то хотя бы заморозится. Сейчас все зависит от работы правительства. Если у них так хорошо получается закрывать и ограничивать деятельность бизнеса во время пандемии, то и на ситуацию с дефицитом топлива они, скорее всего, тоже могут повлиять. Вот только хотят ли они этого? Виктор Соловьев, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ. Благотворительный фонд «Спасательный круг» сегодня рассказывает о 14-летнем мальчике с синдромом аутизма, который очень скоро останется без жилья. Его родители не сумели вовремя выплатить ипотеку и теперь вынуждены отдать дом, в котором их сын прожил почти всю свою жизнь. О том, как сложно с таким диагнозом жить и адаптироваться в любой другой непривычной для этого ребенка среде – в сюжете Оксаны Суслиной. Мама Даниила Кухтина с самого рождения слышала от врачей, что у ее ребенка слабоумие, и лишь два года назад ему был поставлен точный диагноз – атипичный детский аутизм с умственной отсталостью. Теперь он получает должное лечение, но за эти годы ребенок, как бы ни старались его родители, не сумел социализироваться. Если вовремя начать лечение, еще в раннем возрасте терапия может иметь результаты, ведь ее главная направленность, по мнению врачей, – обучение и адаптация в обществе. Сейчас Даниил знает буквы, но писать так и не научился. Все его друзья – это машинки, любовь к которым привил его отец. Кот и собственный двор, которого он вскоре может лишиться. Дом, где живет Даниил с мамой, взят в ипотеку. После смерти отца накопился большой долг, платить стало нечем. Дом выставлен на торги. Мы пытались как-то помочь, обращались в руководство Сбербанка, но уже принято судебное решение, то есть обратного входа нет. Единственная возможность помочь этой семье – это заплатить до 900 тысяч рублей. Такая сумма матери, которая не имеет возможности работать, непосильно. Она ни на минуту не выпускает мальчика из виду, ведь в любую секунду с ним может случиться самое страшное. В препараты только респолепт. Ну и то, я тут в группу захожу, его не советуют, но я без него не могу с ним справиться. То есть он не больно? Да. Начинает просто себя так по голове бить, я потеряюсь. Вся жизнь Даниила проходит в родном дворе. Он ему знаком и безопасен. Здесь он по возможности может изучать окружающий мир. Но если он лишится этого двора, то и его маленький мир тоже может рухнуть. Я, конечно, очень-очень надеюсь. Больше у меня шансов нет. Следует же ее, конечно. Помочь Данилу можно, отправив смс на короткий номер 3443 со словом «Круг» и сумма перевода. Или на сайте фонда «Спасательный круг» другими возможными способами. Оксана Суслина, ЗАП-ТВ. Таковы были главные новости к этому часу. Мы следим за развитием событий в городе и крае. Я благодарю вас за внимание. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на Первом Независимом ЗАП-ТВ. Спонсоры показа – магазины «Интимиссими» и «Кальцедония». «Кальцедония» и ее уникальный ассортимент. Колготы из кашемиры, купальники, леггинсы, мужская и детская коллекция носков. И даже для самых маленьких модниц – шикарные колготки и леггинсы. Итальянские бренды. Магазин «Кальцедония». Торговый центр «Макси». Шилово 100. Ежегодно 7 августа получают поздравления с профессиональным праздником сотрудники службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации. В субботу ожидается сильный дождь с грозой. Ветер юго-восточный – 1 метр в секунду. Ночью столбик термометра поднимется до 15 градусов. Днем нас ожидает 24 градуса со знаком «плюс». Желаю вам хорошего настроения и продуктивного дня! Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»!